Здравствуйте, уважаемые участники нашего сегодняшнего вебинара. Спасибо, что присоединились к этой сессии. Надеюсь, она окажется для вас интересной и полезной. Меня зовут Наталья Калицева. Я представляю издательство Уайли в России и странах СНГ. Сегодня мы поговорим с вами о научных ресурсах издательства Уайли и о том, как их использовать в научной исследовательской деятельности, а также для образования. То есть наша встреча может оказаться полезной как для исследователей, так и для преподавателей, аспирантов, да и, собственно говоря, даже студентов. Прежде чем мы начнем, несколько организованных моментов. Слайды презентации будут доступны вам, в принципе, даже прямо сейчас доступны. Посмотрите, пожалуйста, если вы видите на панели такую полосочку с надписью «Handouts», то оттуда вы можете скачать слайды презентации прямо сейчас. Видеозапись сегодняшнего вебинара будет разослана в течение суток, на следующий день, собственно говоря, завтра будет разослана. Все, кто присоединились к сессии, получат сертификат. Ну, кто не присоединился, получат только материалы вебинара. Для наших постоянных частных участников хочу сказать, что хорошая новость. У нас теперь новая платформа, которая воспринимает кириллицу. То есть ваши вопросы вы можете задавать в чате кириллицей. Вот я уже вижу. Доброго дня, Татьяна. Да, доброго дня. Всем доброго дня. Сейчас я хочу зашарить экран. И, соответственно, если вы видите первый слайд презентации, у меня просьба поставить плюсики. Ну, соответственно, если меня видно, слышно, все у нас хорошо со связью. Сразу оговорюсь, иногда бывают с такими вот прямыми трансляциями какие-то проблемы. Помогает обычно рефреш-браузер, то есть кнопочку F5 нажать, обновить браузер. Обычно срабатывает. В крайнем случае, выйти из сессии, зайти еще раз. Ну, вот, наверное, в целом, то, что касается организационных моментов, это все. Мы постараемся уложиться в час вместе с вопросами. То есть постараюсь вас дольше не задерживать. Итак, начинаем. Как пройдет сегодняшняя сессия? То есть сначала хотелось бы заострить внимание о том, как влияют научные публикации на новые исследования и на образовательный процесс. Потом вкратце расскажу о том, какие научные ресурсы публикует издательство ВАЛИ. Потому что вслед за этим мы перейдем на платформу, где публикуются, собственно говоря, полные тексты издательства ВАЛИ. И чтобы вы лучше ориентировались, то есть я буду показывать, как с ними работать, как ходить. Вот, чтобы лучше ориентировались, небольшая такая экскурсия, что, в принципе, не бывает. Вот. Скажу, в частности, и о базах данных. Дело в том, что сейчас я знаю, что у нас много из наших участников, присоединившихся из России. Соответственно, не могу не упомянуть о том, что в течение октября и ноября в России во многих, в трехстах точнее, организациях идет тестовый доступ к ресурсам ВАЛИ. И есть возможность воспользоваться не только журналами, но и книгами, и даже вот базой данных, как Леновская библиотека. Поэтому немножечко тоже об этом скажу. В принципе, ресурс очень полезный, и может, даже тем, у кого нет подписки, тоже может порой сослужить хорошую службу. И потом покажу, каким образом можно формировать тематические коллекции из журналов, из книг, энциклопедий. То есть где найти ресурсы на платформе. То есть это может быть полезно для преподавателей, для библиотекарей. То есть каким образом дополнять программную, скажем так, часть по своему предмету международными такими вот ресурсами. Ну и в заключении справочная информация на платформе. Прежде чем начнем, чтобы я лучше понимала, на чем больше фокусироваться, где быть подробнее, где, может быть, бегом пробежать, хотелось бы получить от вас обратную связь по таким вот вопросам. То есть для начала хотелось бы понять аудиторию, вы уже принимали участие участие в наших вебинарах или нет. То есть насколько подробно мне рассказывать то, о чем я уже раньше рассказывала на многих наших встречах. Так, ответы еще пока добавляются. Но я вижу, что больше половины совершенно точно уже принимали участие. Хорошо, понятно. Вот, но тем не менее, где-то четверть до треть не принимали. Сейчас посмотрим еще, пока еще поступают ответы. Ну, наверное, на этом остановимся. Так, еще один вопрос, тоже для понимания. Работали ли вы уже с платформой Вайли онлайн-лайбриди или нет? То есть для понимания, когда вы переходите к полному тексту статьи, опубликованной в журнале Вайли, или к полному тексту книги, опубликованной издательством Вайли, вы автоматически попадаете, ну, практически в 100% случаев попадаете на платформу Вайли онлайн-лайбриди. Вот. Здесь вот я вижу большую часть ответов. Нет, я опубликую результаты. Сейчас, после того, как на третий вопрос. Вот. И это поможет мне получше, так сказать, сделать где-то подробнее, где-то быть неподробнее. Вот. И последний вопрос. Вы знаете, что такое Кокрайновская библиотека или нет? Ну, может быть, вы слышали ее под названием Кокрайн-лайбрери. Вот. Здесь, да, здесь преобладают ответы. Нет. У нас, кстати, есть отдельная прям серия вебинаров по Кокрайнской библиотеке. То есть мы ее проводим иногда с директором Кокрайн-центра Лилией Евгеньевной Зиганшиной. Иногда я одна провожу там, или мой коллега Сергей Парамонов тоже вот одно время проводил. Вот эти вот вебинары, посвященные Кокрайнской библиотеке. Вот. Вижу, что большая часть ответов нет, поэтому не зря я включила несколько слайдов. Расскажу просто, чтобы... Потому что это действительно для медиков, например, вообще прекрасный ресурс. Прекрасный ресурс. Так. Ну, вот здесь получилось так, что первое я показала результаты последнего вот этого вопроса. по Кокрайновской библиотеке. Вот вы видите, да, что большинство не знает. Сейчас... Так, что такое? Хочу перейти... Хочу перейти по поводу опубликовать ответы. Работали ли с платформы? Большая часть работали. Прекрасно. Значит, на этом мы подробно не будем останавливаться. Быстренько пробежимся для тех, кто нет, еще не знает. И принимали ли участие в вебинарах? Да, большая часть принимала. Поэтому общего характера слайды пробежимся бегом. Так. Ну, все. На этом... Спасибо большое за ваши ответы. Очень здорово, что я их получила. Что ж, теперь мы тогда начинаем. Возвращаемся к презентации и начинаем. Итак, несколько слов о том, как научные публикации, которые мы с вами читаем в научных академических журналах, монографиях, как они вообще влияют не только на качество, но и в целом на инициацию новых исследований. В принципе, ни для кого не секрет, что обретение любого знания сейчас начинается с чтения, с чтения научной литературы. И здесь мы говорим хоть о ученом, который уже с мировым именем и занимается собственными исследованиями. Он, безусловно, продолжает читать и очень много читает. Вы сами это знаете, да? Хоть о студенте, который пришел только-только из школы на первый курс. Сейчас студенты у нас, как правило, уже достаточно, как сказать, продвинутые и с точки зрения использования электронных ресурсов, и с точки зрения иностранного языка. То есть, когда я говорю о научном ресурсе, о научных ресурсах, я подразумеваю не только русскоязычные, но и международные. То, что еще 10 лет назад оказалось труднодостижимым, 20 лет почти недостижимым для большинства студентов в нашей стране, да? Сейчас все стало на расстоянии вытянутой руки. Нажми на кнопку своего компьютера, там, даже телефона, и можешь прочитать свежайшую статью. Вот. Так вот, с обзора качественных научных ресурсов зачастую начинается исследование. То есть импульсом может послужить как прочтение какой-то монографии, порой даже какой-то статьи в журнале. На всем протяжении исследования ученый продолжает отслеживать, что же происходит в его сфере. То есть он продолжает читать. Кстати, современные базы данных, в том числе и нашего Алены Адабрири, помогают в этом. То есть есть возможность сформулировать поисковый запрос, который отражает ваш интерес, ваш фокус, так сказать. И регулярно, с той регулярности, которой вы захотите, вам будут поступать на почту уведомления, что появилась новая публикация, которая удовлетворяет вот этому поисковому запросу. Вот. Ну, то есть все это оставаться в курсе, так сказать, последних новостей, касающихся вашей научной тематики, сегодня становится легко и просто. В результате исследования, конечно же, хочется опубликовать свою работу, и не просто для того, чтобы прославиться, необходимо поделиться вот этими открытыми, так сказать, знаниями. И прошедший вот этот вот 20-й, до начала 21-го года, когда весь мир столкнулся с пандемией, доказал, насколько вот важна была вот эта вот оперативность публикации свежайших данных, в частности, касающихся исследований по COVID-19. Публикационная активность, это все хорошо, очень важно, в какой журнал, в каком издании опубликована работа, потому что от этого напрямую зависит, будет ли она широко доступна для всего мирового научного сообщества, или его прочитают только где-то вот в своей стране узкие специалисты, от этого зависит количество цитирований, вот это вот влияние, вот рейтинга журнала, в частности, зачастую оказывается и на то, будет ли предложено вам, как исследователю, дополнительное финансирование на продолжение исследования. Вот, ну и, естественно, публикация в качественном журнале, она благотворно сказывается в целом на карьере, на карьерном росте. Ну, и, соответственно, вот этот вот круг получили, да даже если не получили продолжение финансирования на исследование, все равно научная мысль работает, круг вот этот вот, единожды начавшись, он никогда не заканчивается, и в результате, в итоге, публикации в качественных журналах, они благотворно сказываются как на репутации самого ученого-исследователя, да, так и на рейтинге организации, где он работает, будь то научно-исследовательский институт или центр, да, или университет. И здесь вот мне хотелось бы, в частности, немножечко расставить какие-то такие вот акценты, говоря об университете. То есть задачи университета, они, в принципе, понятны. То есть в первую очередь это обучение специалистов, обучение студентов, выпуск современных специалистов. И здесь нужно отметить, я уже про это немножечко сказала, что сегодня специалист, который не владеет иностранным языком и не способен разобраться в современных, так сказать, научных течениях, и что не может узнать, что опубликуют в международных, так сказать, источниках, он уже заведомо стоит на ступеньку ниже, позади своего коллеги, который владеет этим навыком. И современные вот эти вот базы данных, в том числе вот и наживали на лабре, за счет того, что это онлайн ресурс, они специально, как бы, получается, помогают даже первокурснику, который еще не вполне владеет иностранным языком, все-таки пользоваться, понимать и работать с международными источниками. Среди приоритетов современного университета, конечно же, нельзя не отметить и научную репутацию, то есть преподаватели, профессорский состав, да, продолжают исследовательскую деятельность, в чем помогают, а потом выходят уже на собственную научную орбиту, естественно, аспиранты. И для этих людей научные базы данных нужны или для того, чтобы почитать, или для того, чтобы, соответственно, выбрать журнал для собственной публикации. Все это влияет и на наше общество, и на рейтинг самого университета. И здесь вот мне хотелось бы просто, вот я не буду сейчас все это перечитывать, все это на слайде есть, акцентировать внимание на том, что доступ к современным вот этим, да и не только к современным, да, к научным базам данных, к научным ресурсам осуществляется посредством библиотеки, то есть не нужно об этом забывать. То есть вот студент нажимает одну кнопочку, попадает в базу данных, да, все это организовано через библиотеку соответственно. Если доступ есть, все прекрасно, все работает хорошо. Если доступа нет или нет подписки, первый вопрос, что у заинтересованных, так сказать, лиц должен быть библиотеку, потому что фонды библиотеки формируются зачастую именно по запросам из кафедры. Говоря о качественных ресурсах, я с полным правом и с гордостью могу сказать, что издательство, которое я представляю, действительно обладает полным правом называться вот таким вот уважаемым издательством. Несколько слов о нем для тех, кто впервые присоединился, да. Это международное издательство, вышло оно из Америки, то есть основано было на Манхэттене. Соответственно, в России, в странах СНГ распространять ресурсы УВАЛИ стали относительно, так активно, скажем так, распространять, продвигать, стали относительно недавно. Хотя вот в Европе, например, вот эти вот бумажные еще стопки журналов УВАЛИ уже за последние 50, а то и больше пылятся в архивах, благо сейчас все в электронном виде, да. Ну, то есть движение вот с запада на восток наших ресурсов было не очень быстрым, но при этом, что характерно, как видите, на всех континентах есть офисы представительства и крупнейший офис, один из крупнейших, но правда технологических подразделений, это в Подмосковном Королеве, собственно, откуда я веду сейчас трансляцию, более 300 человек, программистов, работает над программным обеспечением, в первую очередь, как раз-таки для исследователей, а также для университетов. Если говорить о научном контенте УВАЛИ, а я подчеркну, что УВАЛИ публикует не только научный контент, но и учебники, учебные программы, не только для университетов, но и для постпрофессионального такого, для повышения квалификации, скажем так. Так вот, научный контент включает в себя более 1700 академических журналов по всем направлениям науки и знаний, более 23 тысяч книг, это вот именно сугубо научные монографии, сборники, потому что есть еще учебники, есть серия FODAMIS для чайников, наверное, в виде такие смешные обложки в книжных магазинах, более 250 энциклопедий и справочников, есть актуальные протоколы описания лабораторных методик, вообще у нас довольно сильная медицинская такая, знаете, база, коллекция разноплановая, и базы данных, среди которых в первую очередь по химии и по доказательной медицине. Здесь справочный такой слайд, как я напоминаю, слайды вам доступны, прямо сейчас можете их скачать, и даже я вот постер по тестовому доступу, поскольку у нас много сейчас участников из России, да, просто можете проверить, если вы не знаете, есть ли в вашей организации, действует ли тестовый доступ, или не действует, а это все подписные журналы бывали практически с архивами до 97-го года включительно, это коллекция из 100 книг по разным научным направлениям и доступ к полным текстам, как в Леновской библиотеке, то есть это правда многое и классные ресурсы, имеет смысл проверить, есть ли у вас сейчас возможность доступа к ним. Доступ, кстати, можно настроить удаленный, через два часа у меня будет вебинар, где я буду про это рассказывать, показывать, так что пользоваться можно, не выходя из дома. Подробнее о журналах Вайли. Ну, поскольку большинство из вас уже все это знают, просто вот бегом-бегом пробегают. Как я уже сказала, более 1700 журналов по всем направлениям, видите, здесь в скобочках написано, в какой коллекции сколько журналов можно найти, по какой тематике, и по количеству журналов мы на почетном третьем месте в мире, при этом качество говорит само за себя. Вот такие факты. Более 500 нобелевских лауреатов публиковали свои статьи в журналах Вайли. Вайли является лидером по публикации журналов научных сообществ. То есть, например, Американская антропологическая ассоциация имеет несколько журналов, публикует их в Вайли, при этом контроль за всеми-всеми публикациями, что отбор статей, рукописей, отбор рецензентов осуществляется именно вот этим научным сообществом. То есть гарантии качества очень высокие. Объективный фактор – это импакт-фактор. Самый высокорейтинговый журнал с импакт-фактором – это не опечатка. Это действительно так. 508 и 702 по итогам прошлого года. Это журнал, публикующий, который публикует наше издательство – The Cancer Journal for Commissions. К слову сказать, он сейчас перешел в открытый доступ, то есть этот журнал может читать кто угодно. Кроме того, вот это количество, видите, 77% от общего числа журналов у нас проиндексировано. То есть вы заходите в Web of Science или в Scopus, находите там журналы Вайли, и, видите, две трети из них – это первый и второй квартир. Ну, то есть цифры говорят сами за себя. На этом слайде просто вот для образца, для примера, сейчас я не буду зачитывать, журналы, которые имеют самый высокий импакт-фактор, ну, и журналы Вайли, я имею в виду, конечно, да, и в том числе статистика по числу скачиваний вот за 9 месяцев 2021 года. И здесь, обратите внимание, я специально в Джолсенке подсветила, здесь помимо журнала, база данных систематических обзоров, как рейновских, о которых я тоже сегодня скажу, потому что действительно достойное внимание, достойное внимание ресурсов. Напомню, он сейчас в доступе. На следующих слайдах просто некоторые примеры журналов с высоким импакт-фактором, вот, в частности, вот тот самый наш лидер. И теперь несколько слов о книгах и энциклопедиях Вайли. Энциклопедии – это источники базовых знаний, то есть, собственно говоря, сейчас, скажем так, в регионе книги и энциклопедии у нас в России и в других странах СНГ, да, они немножко недооценены, то ли не знают, то ли с деньгами плохо. Я не знаю, честно скажу, потому что на самом деле коллекции-то замечательные, и справочные вот издания, во-первых, более 300 из них серийные, то есть они регулярно обновляются. И вот, в принципе, для образовательного процесса университета наличие таких, например, как вот энциклопедия индустриальной химии Ульмана или вот справочник по термотологии Рука, да, это вот просто must-have. Или вот TESOL – энциклопедия английского языка, обучение английскому языку, то есть имея в руках программу, утвержденную, Министерство образования, все понятно, и такого рода справочные издания, можно очень здорово, так сказать, улучшить качество образования, повысить уровень своих студентов. То же самое могу сказать и о книгах. То есть книги, это монографии, сборники. Если вот сравнивать, например, наши университеты, даже топовые университеты с любыми, в том числе и небольшими, там, средненькими университетами Европы, не говоря уже об Америке, у нас просто какое-то вот мизерное количество книг, мало у кого есть, и у кого есть их мало. А там вот на сегодняшний день публикуется порядка 23 тысяч изданий, да. И вот в той же самой Германии, например, в университете есть книги Ували, там, по интересующей тематике. Вот каждый год публикуются новые сто, простите, тысячи книг, да. И университет просто вот дополняет свою коллекцию вот какими-то интересными для них изданиями из вот этих вот свежей тысячи. А книги есть, видите, абсолютно по всем направлениям науки и знаний. На сегодняшний день, как я уже сказала, напомню, в 300 организациях есть... Так, ой, прошу прощения. Одна и даже картинка, не видно было презентацию. Прошу прощения. Тут что-то заело у меня, кнопка, что ли, не реагирует. Так. А что ж такое? Могу включить. Да, очень жаль, очень жаль, что презентация пропала. Так. Будем пытаться сейчас чинить. Проверяю себя, коннекшн, все нормально, интернет. Да, вижу отзывы, нет презентации. Теперь еще и меня не видно. Так, что ж такое? Вчера все хорошо у нас было с технической стороны. Я прямо не нарадовалась на эту платформу. Сегодня... Да, не реагирует у меня контролы, к сожалению. Вот, сейчас я отключила камеру, хотя... Закрыть опрос надо. А вот я же его закрыла, кстати. Я его закрыла. Висит на экране. Так, пробую сейчас его... Пробую сейчас его закрыть. Так, скажите, пожалуйста, сейчас закрылся опрос? У меня, к сожалению, нет. Опросник пропал. Заглавная картинка вебинара. Так, опросник пропал. Скажите, пожалуйста, а сейчас рабочий стол увидим? Да, потому что я здесь все закрывала судорожно. Новая платформа. Прошу прощения, не справилась я с управлением, похоже. Так, сейчас должны были появиться слайды, да? Так, теперь все видно. Спасибо большое. Прошу прощения, видите, немножко не справилась я сегодня с управлением. Ну да ладно, тогда сейчас... Вот, слайды. Значит, слайды с самого начала были особо не видны, но это не страшно, вы их получите. Вот, сейчас я их пролистаю до того места, на чем я остановилась, не будем мы уже на этом время тратить. Вот, то есть по поводу журналов много, что я рассказала, и по поводу научных сообществ, и по поводу импакт-фактора, и по поводу, как и Реновской библиотеки, на виду с другими высокорейтинговыми журналами. Вот, по поводу книг и справочников остановилась вот на этой коллекции, которая сейчас доступна для тех, у кого есть в организации тестовый доступ. Тоже слайды презентации у вас на руках, соответственно, вы можете воспользоваться вот этими ссылками и посмотреть, какие книги, ну вот хорошо, если у вас доступ будет. Теперь как раз-таки про базы данных, то есть их достаточно много, особенно по химии, да, но хотелось бы подробнее сказать о базе данных доказательной медицины, которая называется Кокрейновская библиотека, The Cochrane Library. Названа в честь Арчибальда Кокрейна, который считается основоположником доказательной медицины. Суть доказательной медицины это в том, что все медицинские решения принимаются на основании не одного исследования, одного или даже группы исследователей, а... А на основании анализа огромного количества клинических испытаний, которые были проведены на разных группах пациентов в разных частях цвета. И вот, собственно говоря, сама Кокрейновская библиотека состоит из базы данных систематических обзоров. Это вот научные статьи, которые написаны особым образом, то есть имеют особую структуру, вот, включающую там и аналитику, и какие-то даже выводы. И вот, их на сегодняшний день, вот видите, более 8 тысяч. А вот это вот протоколы, то, что потом станет, после финализации станет систематическим обзором. Так вот, вот это количество статей основано на анализе вот этого количества, то есть более 1,8 млн описаний контролируемых клинических исследований. Представляете, да? То есть какой огромный труд был проведен для того, чтобы создать вот эти систематические обзоры. И опять-таки вот из вот этих вот систематических обзоров 3 тысячи выделено клинические ответы. Это практические рекомендации. То есть четко написано, что вот это лекарство для вот этого заболевания использовать стоит или не стоит. Вот. Кроме того, из Коклянинской базы данных есть выход на другие базы данных систематических обзоров. В некоторых странах, кстати, доступ к Коклянинской библиотеке осуществляется на государственном уровне. То есть это, ну, как национальная подписка для того, чтобы не только врач своей, условно говоря, районной поликлиники в случае какого-то сомнения мог быстренько заглянуть, открыть свой телефон и быстренько заглянуть, посмотреть, в чем дело, вот какие там современные вияния стоит, то или иное лекарство принимать, прописывать к пациенту или не стоит. Так и пациенты тоже, придя от приема в поликлинике, могут уточнить и про свой диагноз, и про лечение, почитать, что там современные, так сказать, исследователи говорят. То есть, в принципе, доступ вот по этому адресу, он свободный, доступ свободный, и... Сейчас я вот опубликую ссылочку. До какой-то степени, то есть, например, вот аннотации и резюме на простом языке, они, скорее всего, будут доступны даже вне зависимости от подписки. Но, конечно, основные вот эти вот систематические обзоры, они по подписке осуществляются. В принципе, у нас есть минутка времени, и я могу зайти на платформу, показать, как там все устроено, чтобы, поскольку для большинства из вас это новая тема, ну, чтобы просто вот немножко вас сориентировать. Смотрите, вот она домашняя страничка, здесь три вкладочки, то есть самые свежие обзоры, видите, вчера вот был опубликован, статьи кого-нибудь из редакторов. Это не обзоры, это просто статьи. И специальные коллекции по каким-то тематикам, как понимаете, коронавирус, к сожалению, как правило, лидирует в течение последнего года, даже больше. Вот здесь вот две вкладки. Просмотр по теме Browse by Topic и просмотр по группе кафееновских экспертов Browse by Cocaine Review Group. Это вот, опять-таки, медиков у нас тоже я посмотрела достаточно много сегодня. На вебинаре. Поэтому это может оказаться вам интересно и полезно. То есть по теме это вот по заболеванию. А вот это более такой практический подход. То есть приходит пациент, говорит, болит шея или спина. И врач должен определить, куда уже, к неврологу, к ревматологу или еще куда. Поисковая строка. Вот здесь вот наверху, она такая вот маленькая. И что интересно, помимо... То есть можно даже вот просто задать простой запрос. Вот, риньтесь. Насморк. И при этом запускается поиск сразу по всем видам контента. То есть это и по систематическим обзорам, и по протоколам. То есть предварительные, скажем так, результаты. Ссылки на реферативную базу с клиническими исследованиями. Есть статья из аудиториала, из редакции. Специальных коллекций. Насморк сейчас не актуален, нет. Но зато есть три клинических ответа по поводу насморка. То есть практические рекомендации врачам. И вот здесь вот можно найти систематические обзоры в других базах данных. При этом вот я хочу обратить внимание. Видите, в фильтрах можно выбрать по дате. Чем отличаются систематические обзоры? В них, это в отличие от статьи, опубликованных в журнале, контент обновляется по мере появления новых данных. Соответственно, видите, вот 14 из этих 60. Это опубликованные пока еще без изменений. Остальные изменялись. При этом в трех из них даже изменились выводы. Соответственно, если вы хотите знать какую-то актуальную информацию, касающуюся какого-то медицинского вопроса, это как районская библиотека. То есть здесь всегда информация, как сказать, обтуда и обновленные, свежие. В некоторой части обзоров переводится, в том числе и на русский язык, можно найти. И вот видите, можно сфокусироваться на какой-то тематике. То есть насморк в каком контексте интересует. Детского здоровья или аллергии и так далее. Причем, что характерно, смотрите, здесь можно искать... Давайте насморк наберем, побольше будет. Можно искать и по-русски. Потому что кое-какие части систематических обзоров переведены на русский язык. Вот, смотрите, мы сейчас перейдем в систематический обзор. Вот, аннотация здесь русского мы не видим. Зато вот plain language summary, пожалуйста, то есть резюме на простом языке есть по-русски. Вот, но это если вот так вот быстренько бегом рассказать про ресурс, если вам интересна эта тема, то вы можете найти, собственно говоря, наши вебинары. Там, в конце, я буду давать ссылку, где более подробно я про все это рассказываю. На следующих слайдах просто вот напоминание, где поисковая строка, какой вид контента доступен, то, что можно на русском языке искать, как это выглядит. А теперь возвращаясь к основным ресурсам, которые больше, скажем так, известны и доступны, это книги и журналы. Чтобы попасть к полным текстам, вы можете найти, кстати, текст, статьи, опубликованную в журнале Вали или главу, опубликованную в книге издательства Вали. Можете найти в разных местах, то есть через агрегатор, тоже можете выйти через поиск, но практически всегда вы попадаете на страничку нашей платформы. Вот так она выглядит, домашняя страничка. Вот, сейчас я хочу на нее кликнуть. В принципе, достаточно несложный адрес. Даже любой поисковик, то есть вы набираете в Вали онлайн адрес, и поисковик вас приводит сюда же. Что мы здесь видим? Кнопочка, которая переводит, всегда возвращает на домашнюю страницу. Здесь вот регистрируемся. В принципе, любая платформа, наверное, вы уже знаете, что любая платформа, если вы заходите на нее больше двух раз, имеет смысл на ней зарегистрироваться, потому что какие-то полезные функции предоставляются только при наличии вот этого учетной записи, при наличии личного кабинета. Но для вот нашей платформы, чем еще ценна вот эта вот регистрация, она помогает настроить для подписчиков, для тех, у кого есть в организации подписка на журналы Вали, помогает настроить удаленный доступ. То есть регистрация здесь, смотрите, совершенно несложная. Сейчас покажу. Вводите свой имейл, повторяйте его, чтобы убедиться, что нигде не было опечатки. Придумывайте пароль, можно достаточно простой, здесь вот нет каких-то сложностей, что-то, особых требований. Повторяйте его, имя, фамилия, страна, область интересов выбираете. Хотите ли получать информацию от Вали, не обязательно выбирать. Политика, с этим надо согласиться, обязательно вот эту галочку заселектировать. И вот этот вот буквенный или буквенный цифровой код вы доводите и регистрация, пожалуйста. Вот, соответственно, если вы зарегистрировались и хотя бы один раз зашли на платформу Вали Онлайн Лайбрери в свой личный кабинет, то есть регистрироваться можно и дома, но потом нужно прийти в свой исследовательский центр или в свой университет и зайти там на платформу Вали Онлайн Лайбрери в свой личный кабинет. Все вот эта связка данной организации, данные вашего личного кабинета начинает работать, и будучи дома, заходя в свой личный кабинет на платформе, вы получаете полный доступ, доступ к полным текстам удаленным. Ну вот большинство из вас знают уже, что делать. Для тех, кто сегодня впервые присутствует, просто скажу, что вот это поисковая строка, куда можно вводить ключевые слова. Лучше не очень много, потом потихонечку сужать зону поиска. В поиске принимают участие журналы, справочники и книги, то есть в результатах мы увидим сразу все, что найдено по всему контенту. Это вот отдельная кнопочка, которая переводит вас к контенту, касающемуся так или иначе COVID-19, и это опубликовано в открытом доступе. То есть здесь все в открытом доступе. Затем под заголовком resources вы видите справочную информацию для исследователей, библиотекарей, научных сообществ и авторов. Для тех, кто хочет опубликовать статью в международном журнале, даже это не обязательно может быть журнал «Ували», вот этот раздел, он достаточно полезный, то есть можно сюда зайти, походить, побродить, много что полезного найти, почитать. Вот, в частности, вот здесь есть и автоматический поисковик журналов. И далее я скролирую вниз, под заголовком subject идет предмет, предметный рубрикатор, то есть в алфавитном порядке даны основные тематические направления, и вот если мы нажимаем, да, то открываются какие-то вот эти вот более дробные такое деление на тему, какие-то направления. Видите, где-то больше, где-то меньше. Таким образом, кстати, удобно искать журнал для публикации своей статьи. Вот, ну, например, смотрите, психология когнитивная. Вот, кликнули на заголовок, выбираете здесь тоже топик. И вот, пожалуйста, на страничке с результатами поиска две вкладки по умолчанию, publications, publications, это, обращаю внимание, не публикации, это издание, то есть книги и журналы. Иногда бывает еще здесь reference works, то есть справочники. Можно переключиться на статьи и главы. Если вас интересуют только журналы, выбирайте вот здесь от фильтра journals. И вот, пожалуйста, 14 журналов по когнитивной психологии. Видите, вот эта иконка full access говорит о том, что это все подписные журналы, но поскольку я как зарегистрированный пользователь в организации, в которой, безусловно, есть доступ к ресурсам ВАЛИ, вот, не помните, кто будет доступен. А вот это, кстати, журнал открытого доступа, да. Вот так, бывает еще иногда иконка free access, то есть это в процессе перехода журнал находится. Ну, вот, например, можете заглянуть на страничку журнала. Вот, бывает, что прямо здесь написан impact factor. Бывает, что не написан, а он есть, но почему-то не написали. Тоже такое бывает. Ну, бывает, что и нет, конечно. Такое тоже может быть. И уже вот здесь можно ознакомиться со статьями. Вот здесь вот наиболее свежие. Иногда бывает most cited, наиболее цитируемые. Каждый журнал по-своему свою страничку оформляет. Но если вас, он заинтересовал с точки зрения публикации вашей работы, например, то Contribute Osa Guidelines, руководство, которое вам поможет сориентироваться в огромном количестве журналов. Ну, вот, собственно говоря, это так вот, если бегом-бегом пробежаться, показать. Вот, и поиск вот здесь. Ну, давайте, если есть какой-то интерес, можете написать сейчас, по какой теме осуществить поиск. Подчеркну, что платформа международная исключительно на английском языке публикации. То есть какое-то количество журналов исторически есть на немецком, вот. Но они обязательно имеют интернациональные издания, то есть публикуются по-английски. Русских изданий нет, французских тоже. То есть ориентируемся на то, что здесь английский язык. Вот, по ветеринарии. Ну, отдельно слово ветеринария, это слишком общее, то есть, обращая внимание, у нас, кстати, это одно из немногих издательств, где есть ветеринарная коллекция. Вот ветеринария, как медицина, вот, по лошадям, по остальным животным. И вот есть аграрная тематика, вот здесь агрекалча, тоже здесь вот что-то может быть найдено. Ну, в принципе, вот ветеринарная медицина здесь. Может быть что-то более конкретное, может быть что-нибудь более конкретное. То есть ключевые слова, они должны быть, ну, в идеале, если вы мне сразу это ведете по-английски, потому что могу в каких-то терминах не сориентироваться. Вот, визуальная диагностика. Боюсь, что... Так. Вот, вижу диагноз. Ну, давайте хотя бы так попробуем, да. А, диагностик, имиджин. Ну, вот, в принципе, визуальная тоже есть, посмотрим. Видите, огромное количество найдено. Что, кстати, можно сделать? Во-первых, если это у нас фраза, refine search, то есть уточнить запрос, в кавычки вставим ее и повторяем поиск. Кнопочка search. Вот, уже гораздо меньше. Видите, уже гораздо меньше. Кроме того, здесь же мы можем добавить и второе, второе ключевую фразу. Вот. Visual Diagnosis и Diagnostic Imaging. Посмотрим, что сейчас. Ну, вот, и того меньше. Ну, вот, понимаете, да, то есть, суть, в принципе, понятна. Таким вот образом, добавляя какие-то уточняющие слова, вы можете сформировать свой поисковый запрос достаточно четко. Видите, 36 результатов, при этом 24 – это статьи журнала, 11 глав в книгах и даже в каком-то справочнике есть какая-то глава. К слову сказать, если вам понравился ваш поисковый запрос, здесь кнопочку save search, нажимаете его. Назову его, вижу, пускай будет одним словом. И поставить сразу, с какой периодичностью вы бы хотели получать уведомление о том, что появилось на платформе статья или глава из книги, которая удовлетворяет вот этому поисковому, ой, прошу прощения, запросу. Вот. Ну, вот я обычно ставлю себе еженедельно. У меня по понедельникам и по вторникам, как правило, приходит целая прям такая колоночка с обновлениями по тем интересующим меня направлением. Вот. Соответственно, можно посмотреть отдельно журнальные статьи, так вот выбрать, да. Можно отдельно книги выделить. Вот. Но поскольку чаще всего бывает в подписке журналы, доступ к журналах, ну, давайте, предположим, на журналах сконцентрируемся. И здесь вот вы уже видели, есть вот эти иконки Full Access. Это, напоминаю, значит, подписная статья, точнее, статья в подписном журнале, тем, у кого есть подписка, она доступна. Вот. Так, что-то такое у нас замедлилось. Нормально все, интернет у меня хороший. Ну, иногда всякое бывает. Может быть, там попали в какой-то неудачный момент. Такое бывает. Напомню, кстати, вот у нас платформа, она физически сервера находится в Соединенных Штатах Америки за океаном. Вот. Поэтому иногда какие-то сбои, возможно, ну, чисто так с этим связаны, бывает. Да, очень странно, что не получилось. Ну, ладно. Смысл... А, вот получилось, кстати, уже получилось. Теперь обратно вернули. Ну, ладно. Смысл понятен. То есть можно выбрать отдельно вот ту категорию изданий, которые вас интересуют. Можно подать и тоже отфильтровать. Интересная вот эта вот иконка Free Access. С ней, со статьей такого рода нужно быть аккуратным, потому что читать ее в полный текст можно всем, она откроется без проблем. Но переиспользовать эту статью скорее всего будет нельзя. Там наверняка пользовательская рецензия не оформлена, то есть это неполноценный открытый доступ. В любом случае, даже если доступа нет и вот подписки нет, аннотация доступна, открывается прямо на этой страничке всегда, и таким вот образом можно посмотреть и ознакомиться с контентом. Так, ну вот, думаю, в принципе, все это понятно. Полный текст, полный текст. Видите, к сожалению, что-то очень медленно работает. Но на самом деле подробно я буду на следующем вебинаре показывать, и в записи тоже можете посмотреть, то есть там принципиально ничего нового нету, потому что сейчас мне хотелось бы все-таки подробнее показать именно коллекции. то, что было заявлено в теме сегодняшнего вебинара, где и как искать коллекции по тем или иным тематическим направлениям, каким образом можно дополнить программу в университете, учебную программу, вот этими международными ресурсами. Тем более, может быть, сейчас пока доступ к ним для широкого списка по крайней мере хотя бы российских организаций есть. На следующих слайдах вы видите просто напоминалочки, то есть как настроить удаленный доступ, то есть то, что я вам показывала, здесь все это расписано. Вот, единая строка поиска по всему контенту, в результатах поиска, как мы видели, и журналы, и справочники, и книги, для чего нужен личный кабинет, то есть, собственно говоря, для того, чтобы с полным текстом там удобнее работать, и в том числе поисковый запрос, как я показывала, сохранять, и для того же удаленного доступа. Вот, журналы можно искать через рубрикатор, информацию о журнале в меню Contribute Author Guidelines, и теперь о коллекциях научных ресурсов, где вы на платформе можете не просто вот так вот по теме находить какие-то отдельные статьи или главы из книг, а где вы можете именно подборки тематические найти. Для этого, смотрите, сейчас мы туда пойдем, я покажу, на платформе в разделе для библиотекарей, Librarians, нужно выбрать вот эту вот кнопочку View Products and Solutions. В целом, для понимания, то есть, у издательства на сегодняшний день порядка, непорядка, вот прям точная цифра, 1498 подписных журналов. При этом, вот 93 журнала, это вот отдельная такая категория журналов, которые принадлежат некоторым научным сообществам, и по каким-то причинам сообщество высказало желание не включать это издание ни в одной из стандартных коллекций, то есть, на эти журналы нужно подписываться отдельно. Вот, но зато вот остальные 1405 журналов, это вот полная коллекция по всем направлениям науки и знания, да, именно к ней вот сейчас есть доступ к ТЭСовой в России, да и подписка страизована через РФФИ тоже вот именно к ней осуществляется, но из нее бывают, выделяют в зависимости от интересов той или иной организации, то есть, есть стандартная коллекция СТМ, так называемая, это естественно технические и медицинские науки, 848 журналов, вот, жирным шрифтом обозначено то, где большее количество журналов, по каким тематикам, есть коллекция общественных и гуманитарных наук, 536, да, тоже, видите, очень сильная вот эта бизнес-экономика, вот, психология тоже очень сильная, поведенческие науки, и отдельно для медицинских вузов, кстати, довольно популярно тоже вот этот выбор, это вот медицинская коллекция медицины и сестринское дело, почти 400 журналов, то есть, вообще, вот такой стандартный набор для медицинских вузов, вот эта вот коллекция и Кокровинская библиотека, то есть, Белоруссия, вот, несколько медицинских университетов так подписываются, в Казахстане, в России еще пока нет, потому что, но отдельно на Кокровинскую подписываются, то есть, нет смысла подписывать отдельно вот эту коллекцию, потому что все эти журналы входят сюда, вот, вот это вот список, то есть, можно перейти на список всех журналов, сейчас я это опубликую, вот по этой ссылке, а еще, помимо вот этих, почти 1500 журналов, у Вали около 300 журналов открытого доступа, напомню, кстати, вот тот самый высочайшим импакт-фактором The Cancer Journal of Commissions, он вот сейчас перешел вот в эти вот журналы открытого доступа, ну как он, в процессе трансфера сейчас как раз, и в январе этого года под крышу Вали пришло издательство открытого доступа Хиндави, соответственно, еще вот 300 журналов, они тоже сейчас интегрируются в издательский дом и Вали, это означает, что издатели, редакторы, то есть Вали начинают тоже работать с этими журналами, то есть там качество этих журналов поднимается, вырастает, по поводу ссылки тоже, где эти журналы можно найти, тоже все это публикуем, то есть, как видите, даже не имея подписки можно найти много, что доподлинно, вот так сказать, ответственно заявляю, что во всех этих журналах, все это добросовестные журналы, качественные, во всех них есть рецензирование, то есть это контент, который достойный внимания и достаточно надежный. Так, по поводу книг и справочников. Тоже сейчас покажу вот здесь на слайдах и потом на платформе продемонстрирую. Из того же раздела для библиотекарей можно выйти к книгам и справочникам, то есть там вот будет прям отдельно подборки вот эти, видите, коллекции бизнес-финансы и бухгалтерское дело, химия, физические науки, инжиниринг, медицинные здравоохранения, гуманитарные науки, естественные науки, биологии и так далее, математика, психология, социальные науки и ветеринарная медицина. Вот, и нажимая на вот эту вот иконку, вы попадаете, собственно говоря, вот эту категорию и сразу же, пожалуйста, вот какие-то заголовки вы видите и можно скачать список из, ну, по каким-то там параметрам редакционной коллегии выделены 100 книг вот по этой тематике. То есть, может быть, самые свежие, может быть, наиболее покупаемые, может быть, самые интересные, актуальные. Ну, то есть, подборочка такая вот по каждой тематике, она есть. И, соответственно, ссылка для энциклопедии справочников, где можно посмотреть слайдбеги справочники, там то же самое будут даны вот эти вот тематика. То есть, иногда бывает же трудно понять, глядя на заголовок, что это за тема, ну, хотя обычно, конечно, все-таки понятно, что там, но тем не менее. То есть, вот смотрите, сейчас я перехожу на платформу. Вот, перехожу на платформу, здесь мне открыта как раз удачно есть страничка. Вот, видите, заголовок Librarians, View Products and Solutions. И здесь, соответственно, Products. Вот. Ну, по журналам там, в принципе, ссылочка даже прямая есть, но вот можно вот посмотреть по журналам. Вот, Bross Titles, это как раз вот та ссылка, которую я вам прислала. Книги, онлайн-букс, онлайн-книги. Вот как раз те самые 100 книг, которые в тестовом доступе. У нас они не на 30 дней, а на 60 дней. Ну, вот. Можно вот таким тоже образом, кстати, посмотреть, скачать вот список книг, да? Так, а вы знаете, что-то я вот засомневалась, где я находила. Как я вышла? Как я вышла на эту коллекцию? Вот она, вот она эта ссылка. Ну, ссылка работает, ссылка работает, вот. Так или иначе, так или иначе, вот она ссылка, и вот можно, пожалуйста, подборки и таким вот образом скачать список книг по химии и так далее. Так, ну что ж, в целом это, пожалуй, все, что я хотела рассказать. Самая последняя здесь вот справочная информация, где искать какую-то помощь по работе с платформой и какие-то полезные тоже, полезные информации, там, подцентрализованная, в частности, подписку, тоже вот они, ссылки все даны на учебный портал Вали Онлайн, Вали Онлайн Лайбрари Трейминг Хаб, да? И то, что касается вебинаров, то есть, где можно найти наши записи вебинаров, регистрации на будущие вебинары. Кстати, у нас вот есть тоже канал YouTube, то есть, не могу сказать, что там очень много новостей, но все новости, которые у нас встречаются, мы там стараемся публиковать, в частности, то, что касается каких-то мероприятий. Вот, пожалуй, на этом все. Тороплюсь закончить, и теперь хочу перейти к вопросам. Если у нас есть какие-то вопросы, сейчас просматриваю. Ну да, да, здесь очень много вопросов, к сожалению, тут запуталась я с этим пулом, не справилась с управлением. вопрос про сертификат. Завтра, то есть, через сутки, всем, кто принял сегодня участие, будет, придет письмо, где будет рисунка на видео, и на слайды презентации, и сертификат. Вот. Значит, спасибо, спасибо большое за информацию. Спасибо, спасибо большое. Надеюсь, что, несмотря на небольшую сумятицу в начале, вам сегодняшний вебинар понравился, оказался полезным, чтобы вы узнали что-то новое, интересное, и надеюсь, что полученная вами информация пригодится вам в работе, в вашей исследовательской, да и, собственно, в образовательной деятельности. На этом я с вами прощаюсь. До свидания, всего доброго. Хорошего вам дня. Субтитры сделал DimaTorzok